У нас один из самых лучших филиалов Воронежский. Само собой, они преподают уже не только медицину, но и артиллерию и много чего. Помимо товарища Александра Тамбы, там целый ряд людей очень хорошо трудится. Некоторые даже присутствуют сейчас на конференции. Я очень ценю всех наших друзей оттуда. И сейчас Александр Белоусов расскажет свой опыт. Значит, опыт очень большой. Это один из первых наших инструкторов, кто прошел наши инструкторские курсы. Организация всесторонней боевой подготовки в рамках филиала тактической медицины. Добрый день всем. Благодарю за такое лестное представление по поводу южно-русского елея. Я согласен. Зовут меня, как Юрий Юрьевич сказал, Белоусов Александр. Я являюсь руководителем филиала технологии выживания в Воронеже. Также являюсь инструктором военно-спортивной патриотической организации «Борей-36», которая была организована еще в 2015 году ребятами, кто вернулись с Донбасса, и решили, что надо что-то менять. Поэтому, так скажем, когда я познакомился с этими ребятами, жизнь у меня стала немножко легче. Ну, начнем все по порядку. Немножко расскажу о наших достижениях. За время обучения мы обучили более трех с половиной тысяч человек. Слушая нынешних выступающих, понимаю, что это крупица в море, и мы недорабатываем. Вот просто от слова совсем. Порядка 40% этих обученных у нас военнослужащие, либо представители силовых структур, либо роты территориальной обороны, и как-то связанные с вооруженными силами люди. Наши курсанты приезжали к нам из 16 областей и более 23 городов Российской Федерации. Приезжали они к нам на трехдневный курс, как правило. Про него я чуть пониже расскажу. Значит, часть курсантов, которые у нас закончили из числа гражданских, после нашего курса подписали контракт. Кто-то ушел добровольцем, кто-то подписали с Минобороны, у всех разные судьбы. Я стараюсь со всеми держать контакт и обратную связь получать. Многие ребята, кто ушли и уже вернулись с контракта, они приезжают к нам. Некоторые умудряются, даже приезжая в отпуск, они мне пишут, когда у тебя интенсив. Я говорю, и они приезжают и, так скажем, приезжают к нам на занятия, чтобы поделиться свежим опытом, потому что некоторые из ребят работают в эвакуационных группах, в медподразделениях. Есть ребята порядка семи человек, которые были назначены взводными медиками. Хотя это люди, которые не имели медобразования, а имели только навыки. Ну, как выяснилось, в данном подразделении это оказались самые подготовленные люди, и пришлось им брать на себя эту роль. Единственное, что я написал одному из своих курсантов, что извини, что я тебя учил не взводному медику, а рядовому бойцу. Поэтому пришли к выводу, что будем это делать, изменять. Что касается работы. Я попал в мир тактической медицины более трех лет назад. Началось это с того, что Юрий Юрьевич приехал к нам в Воронеж с базовым курсом. Я, поскольку являюсь ребенком двух врачей высшей категории, деваться мне, собственно, было некогда, но по стечению обстоятельств я не получил медобразования классического. Подвернулось чудесное проведение, и Юрий Юрьевич приехал. Я решил, что надо что-то менять в этой жизни, и надо начинать заниматься тем, что для сердца ближе. Потому что медицина для меня всегда была близка, понятна и интересна. Соответственно, пройдя базовый курс, я пришел к тому, что знать и уметь самому – это категорически недостаточно. И нужно как-то учить тех, кто рядом с тобой. И чем этот круг будет шире, тем ощущение, даже если брать меркантильную часть человека, то ощущение своей безопасности у вас будет больше. Очень часто говорю фразу на занятиях, что если вы будете самым крутым тактмедом, нет гарантии, что осколок не прилетит вам первым. Соответственно, все будут смотреть и говорить, какой классный тактмед у меня был. Соответственно, начал обучать знакомых, родных. В то время, когда это было неактуально, когда это было не мейнстримом, да, многие отмахивались, отбрыкивались, но тем не менее потихоньку приучались, да, и входили в эту часть. Затем я прошел инструкторский курс по тактической медицине в технологиях выживания у Юрия Юрьевича. Познакомился с ребятами с Борей-36. И начал уже преподавать и потихоньку учить участников клуба, их знакомых. Соответственно, возможности немножко расширились, количество людей расширилось. И поскольку Борей-36 достаточно известная структура в Воронежской области, мы обучали уже силовиков, потому что часть ребят служит, обучали всевозможные подразделения, потихоньку начали и, скажем, развиваться начали. Минимум раз в месяц или иногда чаще мы проводим выездной интенсив полевой в течение трех суток. Мы людей обучаем, курсантов базовому курсу Юрия Юрьевича. Плюс мы к этому курсу добавляем, но не к самому курсу, а параллельно дополнительные дисциплины. Дополнительные дисциплины мы добавляем в зависимости от того, кто из инструкторов Борей-36 в момент проведения курса находится в городе. Поскольку в Боре большое количество людей с боевым опытом и со свежим боевым опытом, у кого-то более старый, мы можем это провести. Соответственно, что мы проводим, какие дисциплины учим? То есть мы обучаем первое и обязательно на каждом занятии это безопасное обращение с оружием. Потому что, что касается гражданских, крайне часто я встречаю момент, что люди не знают, с какой стороны держаться за автомат. Не то, что как им пользоваться. Соответственно, мы проводим обязательно работу со средствами усиления. То есть у нас занятие идет обязательно, мы рассказываем, как работают приборы ночного видения, и тепловизоры, люди в них смотрят, определяют местоположение какой-нибудь точки. Ну, так скажем, чтобы понимали вообще, с какой стороны смотреть в тепловизор. Затем мы проводим по возможности, проводим занятия по работе индивидуальной. Это смена положения, это перезарядка, разборка, сборка, какой-то элементарный тюнинг. Соответственно, мы проводим занятия по работе в двойках, работе в тройках, состав группы, проводим занятия по топографии, работе со спецсофтом. Когда у нас была еще небесполетная зона, мы регулярно проводили занятия с беспилотниками. Сейчас проблематично, потому что они все у нас улетели. Соответственно, проводим занятия по... Обязательно сейчас ввели занятия по организации позиций. То есть первое, чем мы занимаемся, когда мы приезжаем на интенсив, поскольку мы там находимся более трех суток, ну, трое суток, времени у нас больше, потому что мы там на сон тратим меньше. Мы приезжаем и начинаем знакомимся, регистрируемся и начинаем готовить себе позиции. То есть мы им назначаем места, где люди начинают себе готовить позиции. Они определенное время готовят позицию, после этого они расходятся, делятся на группы, кто-то идет спать, кто-то идет, наступает в караул. И для многих гражданских вот эти два часа оказались крайне удивительными, потому что люди у нас не привыкли к дисциплине от слова совсем. И два часа ни сидеть, ни разговаривать, ни стоять в полный рост, ни смотреть в телефон или заниматься еще прочей ерундой на позиции, это достаточно трудно. Ну, а, соответственно, инструкторский состав всю ночь ходит и немножко им делает сюрпризы, если кто-то сильно зазевается. Зачем это делаем? Чтобы люди, так скажем, перед началом курса уже морально настроились на то, что они не на шашлыки на выходной приехали, а заниматься, так скажем, нужным для них и для общественности делом. И то, что вокруг надо ощущать себя не на курорте, а в месте, где может быть боеконтакт. Потому что столкнулись с первыми курсантами, которые думали, что они приехали на развлекательное мероприятие, на выходной день, там в перерыве между занятиями можно попить пивка, позаниматься неизвестно чем, пойти покупаться или еще что-то. И, к сожалению, по обратной связи такая нелогичная реакция очень часто бывает на местах в зоне СВО. То есть люди, попадая туда, вырванные из их, так скажем, реальности, они не могут адаптироваться к тому, что они оказались в других условиях и с другими водными. Поэтому мы немножко ужесточили режим работы и, соответственно, людей тоже этому учим. Как подготовить позицию, как эту позицию замаскировать и так далее. В конце прошлого года я пришел к тому, что люди, пройдя базовый курс, начинают, так скажем, нерегулярно заниматься тренировками. И пришли к тому, что мы будем проводить отдельный тренировочный день. То есть для людей, прошедших базовый курс, мы отдаем объявление, и люди, кто проходили у нас курсы, они приезжают, и мы весь день или ночь, иногда мы ночные тренировки делаем, мы делаем отработку всего алгоритма по авторскому курсу Юрия Юрьевича в течение всего занятия. Соответственно, это помогает людям быть в тонусе и восполнять свои, так скажем, навыки. Потому что если люди проходили более года назад или двух лет назад, то они многие упражнения уже даже не знают и не видели. А это возможность им что-то узнать, что-то наполнить. Также не так давно мы пришли к тому, что нужно делать углубленный курс по той простой причине, что одним такмедом выжить достаточно трудно. Опять же, получая обратную связь от курсантов, я регулярно знаю, что такмед хорошо, вот я спас этого, вот я спас этого, но вот тут нас нахлобучивали, а мы не могли ответить. По той простой причине, что никто не знает арт-разведки. Или мы не сделали позиции, потому нас всех разбили. Итак, пришли мы к углубленному курсу, который я создал, так скажем, придумал с ребятами вместе. Мы сделали его из семи блоков. Почему сделал не один длинный? По той простой причине, что не все люди могут вырваться из реальной жизни на 10 дней, на 8 дней. К сожалению, в нашей реальности люди, в Воронеже, по крайней мере, не все готовы на это. Поэтому разбил на семь блоков, сделал их определенным образом. У нас получается обучение порядка 300 часов, из них порядка 170 – это практика. Теория будет, возможно, дистанционно. Услышал. Теория будет дистанционно, возможно, для других городов, а участие будет… Практика обязательно очна. Туда будет входить… Сейчас проговорю, и, собственно, наверное, завершение буду. Практика будет по обращению с оружием. Это чистка в полевых условиях, это тюнинг, это всевозможные устройства и модернизация СИБЗа, это индивидуальная и групповая работа со стрелковым оружием, это углубленный курс тактмедов, который будет входить, работа в зеленой зоне и больше, так скажем, работы той, которая не затрагивает базовый курс. Это будут действия при артовстреле, и основы арт-разведки. Это будет топография, работа с беспилотниками и организация позиций, дневок и наблюдательных пунктов. Возможно, еще добавим связь, но пока нету… Скажем, я пока не нашел, кто ее может дать. Значит, уже у нас будет и связь. Значит, из восьми блоков у нас будет стоять углубленный курс. Итак, очень… Вот мы прям недавно его запустили, еще первая группа только набрана и будет сейчас обкатывать. Однозначно это будет что-то шероховато, что-то… Возможно, не получится, но мы всегда будем пробовать снова и снова, пока у нас не получится. Что касается матбазы, сегодня прямо много, я прямо две минуты Юрия Юрьевича заканчиваю. Что касается матбазы, сейчас вот с Аксиней разговаривали, это, так скажем, это всегда проблема, и у меня висело Юрьевич, когда уезжал в крайнюю командировку, позвонил мне полседьмого и говорит, веди занятие. А мы как раз только ребят отправили, я говорю, Юрьевич, у меня один жгут и один перевязочник, все. Он говорит, родишь, все. Соответственно, сейчас у нас матбаза достаточно хорошая, как-то родили. Что касается тампонады и прочих манекенов, Павел говорил, фантомы для тампонады внутри венки мы делаем сами. Я очень долго мучаюсь, чтобы довести, ну, Гошу я им не назову, но что-то похожее на Гошу до логического завершения. Когда-нибудь закричу, как доктор Франкиштейн, наверное, что оно живое, тогда все это увидят однозначно. Что касается тампонады и внутри венки, однозначно мы уже в серию запустили. И подводя итог, хочу поблагодарить Юрия Юрьевича за возможность зажигать факела в душах наших курсантов, потому что правильный педагог это тот, кто не наполняет сосуд, а тот, кто зажигает факел в душе курсанта. И обучая, призываю всех помнить одну чудесную фразу, которая ко мне не так давно прилипла, но вот отбиться от нее не могу. Звучит она на латыни следующим образом. Эсэк вам видери. В переводе, если кто-то не знает латыни, а мы многие не знаем латыни, это быть, а не казаться. Очень много сейчас, кто пытается казаться, очень много, кто пытается делать вид, что учит, но мы должны понимать, что каждая ошибка нашего курсанта на финальном прогоне, это наша ошибка, и мы должны воспринимать ее как свою ошибку. Значит, мы не дали той информации или таким образом, чтобы любой человек с любым менталитетом, с любым складом ума мог воспринять ее и научиться. Но это не значит, что мы посыпаем голову пеплом, сворачиваем всю деятельность, говорим, все, не мое. Нет, мы делаем выводы, исправляем и работаем дальше. Благодарю за внимание. Дорогие друзья, я маленькое дополнение сделаю. Почему я веду эту конференцию? Я бы кому-то поручил, а сам бы, конечно, спал где-нибудь там или пьянствовал, чем-нибудь занялся бы. Но очень многих людей, которые здесь находятся, и только я могу подробно представить, потому что большая часть из вас пока еще о них не знает. А вот после конференции вы будете знать все друг друга. Товарищ Тамба у нас сказал про клуб Борей. Я когда приехал в город Воронеж, общался с инструкторами Борея, я обратил внимание, во всяком случае, с кем общался, насколько это мотивированные, подготовленные, серьезные, ответственные люди. В наш век всеобщей безответственности увидишь ответственного человека, уже радуешься. Увидишь несколько ответственных мужчин вместе, думаешь, да неужели еще остались такие праздник. Так вот, и помню, два момента я обратил внимание. Первый, они очень переживали, что умер создатель этого клуба, и что клуб уже не тот, чахнет того, гляди, ну вообще зачахнет. Я не имел чести знать этого человека, но помню, неподдельное горе. И второе, меня очень впечатлило, с каким уважением они говорили об одной из женщин, которая в этом движении находится, об Аксине Дмитриевне Жуковой. Так вот, сейчас, насколько я знаю, Воронежская региональная военно-патриотическая спортивная организация Борей-36, уважаемая наша Аксинья, она генеральный директор. И я надеюсь, что при ее Аксинью, Дмитриевна, пожалуйста, встаньте. Ребят, будем молиться за успех организации, в которой есть такие люди, как Александр, как Аксинья, а всех, кто нас слышит. Товарищи, помогите Воронежу, не ждите тех, кто в Воронеже живет, в первую очередь. Я знаю, как им трудно приходится, вот он как рассказывает, перевязочники ждут. Это не преувеличение. У кого есть деньги, у кого есть площадки, у кого есть ресурсы в Воронеже. Ребят, вы сегодня их копите, завтра придут хохлы, оно все вам не понадобится. Единственное, блин, я обращаюсь ко всем богатым людям страны нашей, но в данном случае к воронежцам, у кого есть деньги, но нет желания помогать. Ребят, вы что, не понимаете, что единственное, что отделяет ваше пузо от ножа всех агрессоров, мыслимых, будь то Украина, с которой сейчас воюем, НАТО, Америка, Турция, кто угодно, это грудь русского солдата. До тех пор, пока у страны есть защитники, только до тех пор у вас есть ваши деньги. Закончатся защитники, вас же, как Березовского, всех на шарфиках повесят, деньги отберут. Это к тем, кто не понимает. А которые понимают, которые люди малоимущие, они помогают от сердца, как в Библии, когда малая лепта вдовы внесла большой вклад. Словом, я надеюсь, что после этого нашего сообщения Борей как получит новое веяние, новую поддержку населения, а мы, второй пункт по поводу поддержать, курсов не было, будут. У меня будет дальше доклад, я расскажу о наших курсах. Вот Борей и Воронеж одни из первых претендентов на новые курсы. Сделаем, что можем, работаем, братья. Сделаем, спереди. Рейхахстан, которые получили, которые мы премисят, имя,